Всем привет! В прошлом видео мы с вами познакомились с буквами греческого алфавита. Мы посмотрели, как они пишутся, и мы знаем уже, как они читаются. Сегодня мы немножко усложним задачу и все эти 24 буквы превратим в слова. Я от вас опять попрошу взять ручки, тетрадки и записывать вместе со мной все, что я буду писать на доске. Что я буду писать? Я буду писать слово заглавными буквами и его же буду дублировать буквами прописными, маленькими. То же самое делайте и вы со мной. Как только я напишу слово заглавными, вы можете попробовать его прочитать самостоятельно, и возможно даже вы сможете уже самостоятельно написать его и маленькими буквами. Как будет получаться? Можете пользоваться вашими записями с прошлого занятия и писать все эти слова вместе со мной. Первое слово будет начинаться с буквы АЛЬФА. Его можно прочитать и не зная греческого алфавита. Тут все очевидно, просто как в русском языке. Слово будет АЛОГО. Помним, да? Буквы ОМИКРОН читаются как О, и ГАМА всегда глухая. Не нужно это слово произносить АЛАГО, какая-нибудь АЛАГО. Это совершенно не та история. Это греческий язык, где ОМИКРОН призносится как О. ГАМА – это правило, твердое правило. И ГАМА – глухой звук Г. Получаем АЛОГО – лошадь. Напишем его маленькими буквами. А – обычная. ЛАМБА – вот такая несложная. И ГАМА – вот такая петелька. Обязательно поставили ударение на первой букве, на А. АЛОГО. Когда пишем заглавную, ударение не ставится. Ударение может быть как точечка, может быть как палочка вправо, может быть как палочка влево. Уже это не важно. Раньше в старогреческом это было очень важно, как выглядит ударение. Сейчас не важно. Вот просто что-то поставили сверху над буквой, обозначили, что это ударение. АЛОГО – лошадь. Следующее слово тоже очень простое. Главное быть внимательным и выключить знание английского языка в этом случае. Что получаем? Ударение будет на предпоследнюю И. Буква, дающая звук В. И в конце договариваем О. Книга. Напишем слово маленькими. Можете писать самостоятельно и потом проверять у меня. Ударение обязательно на предпоследнее поставили. Получили ВИВЛИО. Следующее слово будет немножко сложнее. Длиннее и сложнее. Ударение будет падать на первый слог, на букву АЛЬФА. Помним, здесь твердый звук Т, не смягчается. И получаем ВАК-ТИ-ЛО. ВАК-ТИ-ЛО – палец. Первое – это звонкие межзубные В. ВАК-ТИ – твердое Т вместе с И. НИТИ – твердый звук Т. И в конце О выговариваем О. ВАК-ТИ-ЛО. Писали маленькими. Тоже поставили ударение. ИПСИЛО – полукруг. НИ пишем вот таких букв. НИ забываем об этом. ВАК-ТИ-ЛО – палец. Ещё одно длинное слово. Ударение падает на первую букву. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Три согласные вместе. КПТО. Потом у нас ОМЕГА О. И в конце СИ. Ударение поставим сюда. И получим ЭК-ПТО-СИ. ЭК-ПТО-СИ. О обязательно, как О. В конце ИТА пишется. Помните, что говорили про ИТУ в конце слова? Это признак того, что слово будет женского рода. ЭК-ПТО-СИ – это скидка. Напишем маленьким. Ударение поставили на первую. И всё вот так получается. ЭК-ПТО-СИ – скидка. Что мы написали? Первый. А-ЛО-ГО – лошадь. ВИ-В-ЛИ-О – книга. ВА-К-ТИ-ЛО – палец. ЭК-ПТО-СИ – скидка. Следующее слово будет начинаться на букву ЗИТА. Довольно простое тоже. Ударение падает сюда, на второй слог. Получим ЗА-КЕ-ТА. Здесь буква ЭПСИЛОН. Мы про неё говорили, что она всегда читается как открытый звук Э. Это тот случай, когда мы не будем читать ЭПСИЛОН как Э, а более закрыто как Е. Почему это происходит? Потому что после букв К и Х ЭПСИЛОН будет обязательно читаться как Е. И получим сочетание КЕ и ХЕ. Ну и было бы сложно сказать К вместе с Э. Это что-то КЕ. ЗА-КЕ-ТА. Нужно очень сильно, очень широко искрыть рот. Так мы, получается, смягчаем букву К и получается КЕ. ЗА-КЕ-ТА. Это как свитер, накидка, то, что мы надеваем сверху. Напишем маленькими. ЗИТА помним. Высокая буква выше всех остальных, рядом стоящих. И получаем вот такое слово. ЗА-КЕ-ТА. Следующее слово очень коротенькое, но тоже несложное. Здесь специально все слова подобраны не очень сложные, чтобы можно было их легко прочитать и легко написать. Есть слова, конечно, уже посложнее и по написанию, и по тому, как они произносятся. Следующее слово. Ударение падает на первую букву. Перенесем ИЛИОС. Одна И, вторая ЛИ. В конце ОС. Обязательно О договариваем. И слышите, СО я не говорю, как в слове СВЕТА. ИЛИОС. А я его немножко смягчаю, немножко закрываю. ИЛИОС. Если напишем его маленькими, поставим ударение на первой букве обязательно. У ЙОТА не ставим ударение, не ставим точку. И в конце буква СИГМА, которая пишется только в конце слова. ИЛИОС. Это СОЛНЦЕ. ИЛИОС. Следующее. Глухая межзубная ФИТА. Звук Ф. Ударение падает сюда. ФАЛАСА. Это МОРЕ. Двойные согласные ни на что не влияют. Читаем как одна согласная, обычно С. ФАЛАСА. МОРЕ. Ударение поставим на первый слог обязательно. Две СИГМА. И получаем ФАЛАСА. МОРЕ. Вторая буква для звука И. Буква называлась ЙОТА. Вот такое длинное слово. Здесь много О как раз, чтобы их все проговорить. УДАРЕНИЕ ПАДАЕТ НА ТРЕТИЙ СЛОГ. Получим. И-ПО-ПО-ТА-МОС. И-ПО-ПО-ТА-МОС. ГИПО-ПО-ТА-МОС. ГИПО-ПО-ТА-МОС. Напишем слово МАЛЕНЬКИМИ. Над И первой не ставим точку. Ну и в конце буква СИГМА. Вот такая, которая конечная. И-ПО-ПО-ТА-МОС. Что у нас было здесь? Первое слово. ЗА-КЕ-ТА. СВИТЕР-НАКИДКА. И-ЛИ-ОС. СОНЦЕ. В конце СОНИ СВИСТИМ. И-ЛИ-ОС. ФА-ЛА-СА. МОРЕ. И-ПО-ПО-ТА-МОС. ВЕГИМОТ. Продолжим со словом, начинающимся на букву К. Очень простое слово. В ударении будет падать на вторую букву. Прочитаем КО-ТА. КОРИЦА. Надпишем маленькими. Тоже все очень просто. Все очень похоже на русский. КО-ТА. Ну и, конечно, отличие у маленьких букв. Оно более значительное, чем у заглавных, у прописных. Следующее слово на букву ЛАМДА. Ударение падает на второй слог. Что получаем? ЛЕ. Немножко смягчаем ЛА. Не ЛЕ, а ЛЕ. Что-то такое ближе к ЛАМДА. Мягкий знак. ЛЕ-МО-НИ. ЛИМОН. Напишем маленькими. Эти слова должны уже быстрее получаться, потому что тут все довольно просто. ЛЕ-МО-НИ. Ударение поставили над буквой О. У И ничего не ставим, потому что она безударная. Мы бы поставили только если бы на нее падал ударение. ЛЕ-МО-НИ. ЛЕ-МО-НИ. Слово с буквой МИ. Ударение падает на второй слог. Произнесем МО-ЛИ-ВИ. Звук О обязательно. И буква ВИТА. Хочется сказать иногда, наверное, БЕ. МО-ЛИ-БИ. Но это не БЕ. Это ВЕ. Поэтому это слово звучит МО-ЛИ-ВИ. Карандаш. Напишем прописными. Ипсилон полукруг. Не доводим ее до конца. И ЙО-ТО без точки. МО-ЛИ-ВИ. Карандаш. Дальше у нас буква КСИ. Вот такое короткое слово. Ударение падает на второй слог. На первый слог. На вторую букву, на первый слог. Слово КСИ-ВИ. Первое это КС. И дальше межзубная звонкая В. КСИ-ВИ. Это УКСУС. КСИ-ВИ. Если напишем слово маленькими, то помним обязательно про КСИ, которое выше всех остальных букв. КСИ-ВИ. Одна И у нас с точкой, потому что она ударная. Вторая И без точки, потому что она безударная. КСИ-ВИ. УКСУС. КОТА. КУРИЦА. ЛЕМОНИ. ЛИМОН. МОЛИВИ. Карандаш. КСИ-ВИ. УКСУС. Следующее слово начинается с буквы НИ. Ударение падает на второй слог. Произнесем НЕРО. Вода. МАЛЕНЬКИЙ. Вот здесь это буковка НИ. Ударение НЕРО. Вода. Буква ОМИКРОН будет у нас первая. И слово ОМЛЕТ. Ударение падает сюда, на третий слог. И получим ОМЕЛЕТА. Обязательно О произнесем, не превращаем ее в А, потому что это О. Вот это А. ОМЕЛЕТА. ОМЛЕТ. Напишем МАЛЕНЬКИМИ. Обязательно ставим УДАРЕНИЕ. Ну и все остальное очень простое здесь. Следующее слово на букву П. Ударение падает на последнюю букву. Тоже здесь две О. Нужно постараться, чтобы произнести каждую О. Прочитаем. ПАГОТО. УДАРЕНИЕ НА ПОСЛЕДНЕЕ. ПАГОТО. МОРОЖЕНОЕ. Напишем МАЛЕНЬКИМИ. ПАГОТО. ГАМА вот такая интересная. Ну и все остальное тоже простое. Слово на букву РО. УДАРЕНИЕ поставим вот сюда. И наверх вот так. РОЛОЙ. ЧАСЫ. И ударение ставим только на маленьких и без точки. РОЛОЙ. ЧАСЫ. НЕРО. ВОДА. ОМЕЛЕТА. ОМЛЕТ. ПАГОТО. МОРОЖЕНОЕ. РОЛОЙ. ЧАСЫ. Звук ТО. Слово тоже очень простое. Вы его наверняка поймете. Ударение поставим сюда. Прочитаем. ТРЕНО. ПОЕЗД. Напишем маленькими. Ударение обязательно на ЭПСИЛОН. ТРЕНО. И тоже договариваем в конце О. ТРЕНО. Здесь тоже все очень простое. Ударение на второй слог. САЛАТА. САЛАТ. Ударение поставили на второй. Буква ИПСИЛОН будет первой. И слово вот такое. Ударение падает на первый слог. Получаем ИПНОС. СОН. ИПНОС. Как ГИПНОС. Как и здесь. ИПНОС. Ударение на первой букве. В конце ставим СИГМА. которое пишется в конце слова. ИПНОС. Следующее слово будет ДВИНОВАТОЕ. В нем будет тоже много О. Которое обязательно нужно проговорить. Ударение падает сюда. Очень похоже тоже на слово в русском языке. ФОТОГРАФИЯ. ФОТОГРАФИЯ. Каждая О проговаривается. Не ФОТОГРАФИЯ. ФОТОГРАФИЯ. Чувствуете разницу? О обязательно. ФОТО. Напишем маленькими. И поставили точку в этот раз. Потому что она ударная. ФОТОГРАФИЯ. ФОТОГРАФИЯ. ТРЕНО. ПОЕСТ. САЛАТА. САЛАТ. ИПНОС. СОН. ФОТОГРАФИЯ. ФОТОГРАФИЯ. И нам осталось еще пару слов. И завершим. Слово, начинающееся на буковку ХИ. Ударение подать на О. ФТОГРАФИЯ. ОСМИНОГ. И это слово тоже можно назвать простым. Потому что, в принципе, все понятно. ФОТОГРАФИЯ. ФТОГРАФИЯ. Ударение над О. ЙОТОЯ. БЕЗУДАРНЫЕ. Не ставим точку. ФТОГРАФИЯ. МЕЖЗУБНЫЙ ЗВОНКИЙ ЗВУК В. БУКВА ВЕЛЬТА. ФТОГРАФИЯ. Ударение на А. ФСАРИЯ. РЫБА. И БЕЗ ТОЧКИ. ФСАРИЯ. Я думаю, что вы уже привыкли к тому, что и без точки. Я это сказала очень много раз. И последнее слово. Вот такое ударение на первую букву. ОРА. ВРЕМЯ или ЧАС. ОРА. На первый слог ставим обязательно ударение. ХТОПОДВИЙ. ОСМИНОГ. ПСАРИЙ. РЫБА. ОРА. ВРЕМЯ. Мы с вами знаем уже, как написать и как прочитать 24 слова на греческом языке. Вы чувствуете разницу между заглавными буквами и между прописными буквами. Это очень важно. Больше работы понадобится, чтобы запомнить все прописные буквы, потому что они отличаются больше, чем заглавные. Что я вас попрошу сделать? Еще разочек сесть, прочитать, проговорить эти все слова, которые мы с вами записали. И, конечно же, было бы хорошо, чтобы вы потратили еще 5-10 минут на то, чтобы эти слова написать еще раз. Ну и, конечно, можно уже начинать потихонечку заучивать эти слова и там как-то их где-то использовать. Спасибо за внимание. До встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео.